Цель исследования в двух словах, о том, что мы применили помимо стандартного спектрального анализа, еще и HVSR-анализ, но об этом чуть позже. Все исследование проходило на примере одного конкретного построенного уже эксплуатируемого объекта в городе Кемерово. Это 17-этажное здание, построенное по проекту, 16-этажки. Ну и, естественно, нарушение проекта повело за собой определенные проблемы на этапе эксплуатации, а именно начали трещать стены. Экспериментация составляющая была проведена на аппаратно-программном комплексе нашей разработки. Методика стандартная обследование зданий и сооружений. В качестве источника сигнала в этом исследовании использовался микросейсмический фон. Это, скажем так, те колебания, которые присутствуют всегда повсеместно вокруг нас, которые являются некой совокупностью естественных и техногенных процессов. Применяя спектральный анализ, мы получили АЧХ, которые представлены на слайде. В этой амблитонно-частотной характеристике мы видим формы колебаний по горизонтальной и вертикальной плоскостям. О цифрах чуть позже. Для того, чтобы понять, правильно ли мы измерили частоты, правильно ли мы понимаем вообще движение этого объекта, динамику его, была создана расчетная модель. К сожалению, расчетная модель была предоставлена не проектировщиками, не расчетчиками, не заказчиком, который непосредственно строил данный объект. А мы уже по факту из тех данных, которые смогли получить, строили аналитическую модель. Ну, я считаю, что это, наверное, неправильно, но мы имеем дело то, с чем имеем. То есть, мы работаем с тем, что есть. На данном слайде, скажем так, наглядно показана сходимость эксперимента и расчетов. Наверху вы видите три канала экспериментальных данных. Это АЧХ по вертикали и следующие две кривые – это Х и У, горизонталь. И два нижнего графика – это одна из горизонтальных плоскостей и вертикальная плоскость. Это уже расчетные данные. По расчетам, скажем так, из SCADSoft были получены данные, собственно, формы колебаний на тех конкретных частотах, которые были выбраны посредством модального анализа. Это из SCADSoft. Но тут же показана, скажем так, корреляция с экспериментальными данными, которые указаны на АЧХ. На данном слайде вы видите в левой части данные, которые были предоставлены по проектным расчетам. И если говорить по проектным расчетам, то частота собственных колебаний, она занижена. Начали выяснять, по какой причине это происходит. Но именно по проектным расчетам, по этой модели, было принято решение, что здание находится в аварийном состоянии. И с ним нужно что-то делать. Либо усиливать, либо сносить, рассерять. То есть, ну, пока еще до реализации этих планов дела не дошло, но, скажем так, по проектным расчетам было принято решение провести дополнительный анализ. После проведения дополнительного анализа, скажем так, не детального, но все же, то есть мы все-таки анализировали несколько плоскостей, фундамент 6, 12, 17 этажей. По расчетам, в правой части вы видите расчеты, мы получили картинку, которая сходится с практикой, в чем разница между проектным и детальным расчетом. В проектном расчете был использован только каркас, именно несущий. В детальном расчете были добавлены все перегородки, все окна в расчетную модель. Если говорить про нормативные документы Российской Федерации, а именно ГОСТ по обследованию зданий и сооружений, то для данной конструкции, 16-17 этажной, у нас частота собственных колебаний должна где-то быть в диапазоне от 0.7 до 1.1. По практическим данным мы получили 0.8-0.9, расчетная модель детальная дала колебания в горизонтальной плоскости 0.85 Гц. То есть, вполне себе рабочий объект, если говорить про соотнесение с нашими нормативными документами. Я думаю, что если провести еще более детальное исследование, то есть по каждому из этажей, то можно будет уже принять решение, откуда возникают вот эти вот трещины на фасаде. Ну, собственно, на этом слайде вы видите более детальное описание нормативного документа. И дальше на следующих трех слайдах я привожу зарубежный опыт, а именно еврокоды, египетские строительные нормы и нормы Соединенных Штатов. С их точки зрения есть, скажем так, оценочная формула, которой достаточно некая прямая связь, ну, скажем так, зависимость между четырех собственных колебаний, либо период собственных колебаний объекта от высоты. Вот, собственно говоря, вот это египетские нормы, формула была взята оттуда, и американские нормы. Ну, я считаю, что все-таки, когда мы говорим, пророссийские нормы, где рассматривается диапазон значений, он все-таки более как-то применим к жизни, нежели просто оценочные формулы из представленных выше документов. Следующий этап, который мы проводили в этом исследовании, это HVSR-анализ. Это исключительно экспериментальный метод, который в Японии в 89-м году предложил Накамура. И суть этого метода говорит о том, что толща грунта, скажем так, верхняя часть геологического разреза, она усиливает поперечные колебания, не усиливая продольные. Вот опираясь на это утверждение, когда мы рассматриваем соотношение HV, мы говорим о распределении коэффициента усиления. То есть мы говорим о том, как грунт усиливает колебания поперечные в данной точке измерения. Данный метод, он, скажем так, хорошо принят и развит в мировой практике, очень редко применяется на территории Российской Федерации, потому что в нормативах у нас пока, по крайней мере, для гражданского строительства не фигурирует. По коэффициенту усиления, по распределению коэффициента усиления рассчитывается коэффициент уязвимости. Если говорить про грунт, есть такое понятие, как коэффициент хрупкости. То есть когда при приходе определенного воздействия на конкретной частоте, грунт теряет свои свойства твердого тела и становится сыпучим. И вот, собственно говоря, есть некая аналогия в названии, то есть коэффициент уязвимости, либо коэффициент хрупкости. Когда мы переносим этот ШВСР-анализ на... А, в двух словах буквально о зарубежном опыте, тоже по-быстрому. Это приведено исследование изучения грунта в Египте, обследование памятников архитектуры, строительные объекты в Греции, здание университета в Калининграде, здание химического завода в Московской области. Это исследование, которое проводил я, это исследование института геофизики по ШВСР-анализу. И практически везде мы видим усиление жесткости, то, что мы сейчас видим, на пикете, по-моему, 20 метров. И так, 40 метров, по-моему. Эта аномалия связана с лифтовой шахтой, ну, то есть с некой вертикальной жесткостью. Когда мы провели подобные расчеты, ШВСР-анализы на примере этой 16-17 этажки, здесь показаны расчеты на ЧТТ 1,2 Гц, расчеты на 0,8 Гц. То есть, и вот, скажем так, усиление жесткости и увеличение коэффициента уязвимости, оно привязано, ну, по крайней мере, судя из эксперимента, оно привязано к вертикали жесткости, к колоннам, к лифтовой шахте. Здесь, на данном слайде, вы увидите коэффициент, скажем так, карту распределения коэффициента уязвимости на первой частоте, на первой форме колебания. Это 17-й этаж, это наверху, и это расчетное распределение из расчетной модели, из детальной расчетной модели. Ну, и здесь некое, скажем так, сопоставление. То, что вы видите слева, это практика, то, что вы видите справа, это расчетная модель. Можно сделать вывод относительно того, что модель, по крайней мере, по форме распределения соответствует практическим экспериментальным данным. И то, что, так или иначе, скажем так, ось жесткости и основные увеличения коэффициента уязвимости, они привязаны к вертикали жесткости этого здания. Ну, опять же, можно было бы после детального анализа, то есть уже непосредственно в объеме, по всем этажам, можно говорить о том, что если расчетная модель и экспериментальные данные не бьются, ну, то есть есть какая-то аномалия, то вот тут уже можно смотреть на причины и, возможно, там их устранять, провести какие-то узлы усиления и так далее. Вывод данной исследовательской работы, скажем так, он достаточно прост, что сейсмический метод регистрации микросейсмического фона это достаточно простой наглядный метод для оценки технического состояния здания. Он может проводиться как в процессе возведения сооружения, так и по факту сдачи в эксплуатацию. Ну, то есть это, собственно, и называется периодическим мониторингом строительных объектов. Ну, и как результат всего этого исследования, это, для меня, по крайней мере, это очень такой позитивный результат, это сходимость данных практики и расчетной модели. Продолжение следует...